В одном из предыдущих выпусков мы как-то разбирали противостояние представительниц тяжелого люкса и молодых инстаграмщиц. Там был удивительный пример введения дискуссии от Снежаны Георгиевой, когда на вопрос, чем вы лучше меня, она совершенно не давала ответить собеседнице и в итоге никто не узнал, чем она лучше собеседница. И тогда я сказал, что это вот отличный просто риторический прием, но вы знаете, нашлось кое-что получше. Есть такая организация Сбербанк, хороший банк, большой банк, очень удобный, с удовольствием являюсь его клиентом, между прочим. И есть у Сбербанка вице-президент, как и у каждого уважающего себя банка, зовут его Андрей Шаров. Вице-президент этот отвечает за развитие малого и среднего бизнеса в Сбербанке. И пригласили, значит, Андрея Шарова на такой молодежный форум, который называется «Территория смысла», где приглашают всяких дядек, значит, взрослых. И дядьки говорят молодежи о том, как бизнес развивать, как, значит, учиться публичной дискуссии. В общем, наставляют уму-разуму. И, собственно, рассказывал, видимо, Андрей Шаров про малый и средний бизнес, и представитель этого малого или среднего даже бизнеса по имени Султан задали ему очень простой и короткий вопрос про кредитные ставки. Вот, пожалуйста, что он спросил. Почему у Сбербанка процентная ставка по России 12,9, а когда тот же Сбербанк его выдает в Чехии за 6,9? Казалось бы, тут надо бы Андрею Шарову объяснить разницу между экономикой Чехии и экономикой России. Сколько, значит, там деньги стоят, сколько в России стоят деньги. Это очень простые вообще приемы, которыми он как вице-президент должен владеть. Вместо этого Андрей сделал что? Дело в том, что я привез два диска с собой. Я вот думаю, этот парень заслужил точно диск за самый острый вопрос. Спасибо огромное за общение и это вам урок коммуникации. Значит, я привез два диска. Ну, Андрей, вы бы еще в 2019 году привезли две аудиокассеты вообще вместо дисков. Я даже не знаю, кто сейчас диски слушает и куда их вставляет, в какие места, чтобы услышать чарующие мелодии, тем более такие, как ваши. В общем, вместо ответа вице-президент Сбербанка просто, значит, сказал... Я все-таки предпочел бы оставшиеся 30 секунд потратить на то, чтобы вы услышали музыку, которую я пишу. Я, в принципе, о чем думаю? Ну, человек занимает серьезный пост. Если он не может объяснить разницу между экономиками двух стран и разницу между кредитными ставками, значит, он профнепригоден, он не должен занимать эту позицию. Либо, если он знает, но предпочитает хамить и говорить, что, значит, я вам вот такой вот урок коммуникации преподал, то, соответственно, это просто какое-то нарочитое хамство, и его за это тоже надо, наверное, убрать с должности. Потому что хамить людям, будучи на позиции вице-президента Сбербанка, это как-то вообще, ну, довольно пошло. Также отличный рецепт работы с коллекторами. Вот для тех, кто совсем злостный неплательщик, пришли к вам представители коллекторов и говорят, отдавай нам 12 тысяч рублей, или мы у тебя заберем диван, а ты хуяк и музыку Андрея Шарова, его же собственного сочинения. Все, они прослушали и довольны, как, значит, вот эти вот крысы, которых Нильс топил, за звуками вашей полифонии ушли, и с вашей квартирой вы можете ничего не платить. Про наркотики. Давно у нас не было наркоты в нашей развлекательной еженедельной программе, и вот она все-таки случилась. Значит, есть такая организация, называется «Город без наркотиков». Ее когда-то создал Евгений Ройзман, бывший сити-менеджер Екатеринбурга, а до этого просто политический и общественный деятель. Значит, там в этой организации всеми способами излечивали наркоманов от болезни. Ну, какими способами? То есть, кого-то там привязывали к спинкам кровати, кто-то там занимался тяжелым физическим трудом. Вы можете погуглить, очень много было скандалов, связанных с организацией «Город без наркотиков». Но в этот раз все-таки ребята нашли какую-то совершенно потрясающую схему. Значит, Андрей Марков, руководитель фонда «Город без наркотиков», ее отделение, вернее, в городе, Сыктывкар, он попал в больницу с каким диагнозом, как вы думаете? Совершенно верно, передоз, передозировка с синтетическими наркотиками. В моем понимании Андрей Марков просто жрал всю синтетическую наркоту в городе, чтобы она не досталась другим. То есть, он понял, что невозможно бороться с наркоманией, дилеры, падлы, продают все и всем, значит, уже приковывать людей к спинкам кровати не помогает, поэтому остается только самостоятельно выкупать наркоту и сжирать ее, чтобы она не досталась несчастным жителям города Сыктывкар. Поэтому Андрею Маркову вроде как грозит сейчас административная ответственность, а мне кажется, что парень действовал из лучших побуждений, поэтому даже, наверное, его жалко немножко. Ну, кстати, не первый случай, когда борцы с наркотиками сами становятся жертвами наркотиков. То есть, когда героин умеет... Это не первый случай, когда наркотики оказываются гораздо сильнее, чем борцы с ними. Вот, я помню, в 2013 году два офицера ФСКН 20 метров не доехали до здания ФСКН и дознулись. Один из них, к сожалению, умер. Позже у борцунов с наркотиками в этой же машине было найдено 35 килограмм ГШШ и 7 килограммов кокаина. И, собственно, один из них, один из офицеров этим кокаином и передознулся до смертельного исхода. До этого, если вы зайдете в Google, вы найдете тоже несколько случаев, как сотрудники по борьбе с наркомафией жахались в своем кабинете и тоже там были передозы. То есть, в принципе, они это дело любят. Ну, с другой стороны, их можно понять. Всегда нужно знать врага в лицо, знать, с чем борешься, знать, как эта гадость действует на человека. Поэтому трудно, наверное, обвинять офицеров в том, что они ебошат все, что отнимают у людей. Есть такой американский актер Ричард Гир. Ну, чем он известен? Русскому зрителю он известен прежде всего своей ролью в фильме «Красотка». Ну, помимо этого, много прекрасных ролей у Ричарда Гира. Но кроме ролей он знаменит своей благотворительностью, он знаменит своей политической, общественной позицией. Ну, короче говоря, это такой боно от кино. Как вы знаете, боно из Ютуба многие не любят за его лицемерие. Потому что он в каждой бочке затычка. Здесь он помогает несчастным детям Эфиопии. Тут, значит, он борется за каких-то бомжей. Здесь он помогает беженцам. Тут он президентов мерит. Тут пытается израильтян с Палестиной померить. То есть, боно, он, в принципе, везде. И существует даже версия, что боно не один, а их там 35 человек. Один пока зарабатывает бабки на концертах. Другие, значит, мечутся по городам и весям. Занимаются благотворительностью и всякой вот такой вот показателем, таким показным даже состраданием. Собственно, Ричард Гирс знаменит этим. В свое время он, значит, топил за права Тибета. И всячески, значит, говорил о том, что надо защищать Тибет и Далай-ламу. И даже, более того, он сменил вероисповедание. И протестанты, если я не ошибаюсь, стал исповедовать буддизм. И всем говорил, что буддизм это вообще ништяк. И надо его всем немедленно принять. Что случилось на этой неделе? Это совершенно блистательный ответ. Просто кто-то, наконец, нашел в себе силы сказать правду. Значит, есть Италия, страна такая, вы знаете. И есть, значит, там остров Лампедуза. Это самая ближняя точка к Африке. Откуда постоянно в Италию валом валют нелегальные беженцы. Они на этой самой Лампедузе разгружаются из судов. И пытаются, значит, в Евросоюз проникнуть, закрепиться там всеми возможными способами. Итальянцы в какой-то момент отзаебали. Они перестали принимать корабли. Их можно понять, потому что этих беженцев уже некуда девать. Их надо кормить. Они постоянно качают права. Потом, значит, они хотят быть большими гражданами, чем сами граждане. Делать они при этом ничего, естественно, не хотят. Не работать, ничего. Хотят просто, чтобы их донатили. И как бы вот такой нормальный образ жизни. Соответственно, очередное судно к берегам Лампедуза пыталось причалить. Итальянцы его не приняли. Это, значит, испанское спасательное судно, которое называется Open Arms. И, значит, там эти беженцы. Там их 160 с чем-то человек. Можете посмотреть. Вот беженцы, значит, с Ричардом Гиром стоят. У беженцев, как вы видите, очень выразительные лица. Они понимают, о чем Ричард Гир говорит. Спойлер, нет. Они, конечно, не понимают, потому что они не говорят ни на каком языке. Значит, Ричард Гир, как там оказался, он приехал, приплыл, вернее, пришел на своей яхте, пришвартовался к этому, значит, испанскому судну. Начал буквально с руки кормить этих несчастных беженцев. И обратился к правительству Италии, чтобы беженцев приняли, расположили, обогрели и вообще просто сделали немедленно гражданами Евросоюза. Министр МВД по фамилии Сальвини сказал, что он очень ценит мистера Гира. Спасибо, что тот на собственной яхте приплыл и покормил этих несчастных беженцев. И посоветовал ему погрузить их в свой личный джет и нахуй расселить на своих многочисленных виллах в Беверли-Хиллз. Я считаю, что это абсолютно достойный ответ достойного человека. И мистер лицемерия почему-то не последовал этому совету. Хотя, слушайте, для него прокормить 160 беженцев, это как для нас с вами просто, я даже не знаю, что сделать. Ну, я не знаю, купить коробок спичек, это столько денег он зарабатывает в секунду, сколько вы, наверное, не заработаете за свою жизнь. Но, тем не менее, почему-то беженцев он в Беверли-Хиллз не расселил. Видимо, у него во всех домах шли ремонты, или, может быть, в самолете он боялся, что унитаз забьется, потому что в джете все-таки дорогое удовольствие унитаз чистить. К новостям личного извоза. Значит, в Хакасии есть такой человек, которого зовут Константин Харрисов. Практически Константин Харрисон Форд, но нет, он просто Константин Харрисов. Он работает исполняющим обязанности заместителя главы Хакасии. И у него есть служебный автомобиль, как у нормального чиновника, а водитель его зовут Александр Симаков. И на прошлой неделе появилась такая новость, что между водителем и пассажиром какой-то произошел конфликт. Значит, пассажир водителя обматерил, у них произошла, значит, какая-то словесная пикировка, вследствие которой водитель остановился и посреди степи своего, значит, чиновничьего пассажира высадил. И тот пошел пешком или там добирался на попутках до ближайшего места назначения или там куда они ехали. В принципе, ничего удивительного нет. Те из вас, кто работают личными водителями, знают, что большинство ваших пассажиров, люди вообще надменные, люди спесивые, они знают лучше вас, как ехать, куда ехать. Каким образом поворачивать, как подрезать, кого, значит, где надо притереть. И вообще непонятно, зачем личные водители, они могут гораздо лучше водителей справляться с этой работой. Вот, когда я прочитал эту новость, я ничему не удивился, потому что я знаю, что многие чиновники со своими водителями себя ведут вообще просто как с рабской прислугой. Но сегодня произошло то, что оба опровергли. И, значит, замглавы, исполняющие обязанности замглавы Хакасии опровергли, что такого не было. И, значит, Александр Симаков, это водитель, сказал, что да, тоже такого не было. Их двоих хотели подставить. У меня, честно, это вызывает какой-то вопрос, потому что произошла новость на прошлой неделе. Они как-то очень долго ждали, чтобы опровергнуть ее. И это все наталкивает на какие-то такие соображения, что, возможно, водителю сказали, что, чувак, ты, наверное, работы больше в Хакасии не найдешь, поэтому ты скажи, что этого не было. Хотя, может быть, действительно хотели таким образом оболгать водителя и чиновника. Честно говоря, не знаю. Но новость сама по себе замечательная. Удивительные видео показали мне коллеги. Давайте я вам тоже его покажу. Вот какой-то совершенно странный мудак всеми возможными способами взрывает воздушные шарики. Вот так он делает, еще вот таким способом, и привязав себе на спину какую-то херню. Честно говоря, у меня только один вопрос. Что у этого человека в голове? Вот представьте, да, он же планирует вот эти вещи, да, значит, сейчас я привяжу грузило к груди, сейчас я, значит, нагло ураган одену. Здесь вот у меня будет вот такая вот конструкция из спиц, которая захуячит сразу там сто шариков. Ну, просто непонятно, на что человек тратит время, а главное, откуда в его больном, я не сомневаюсь, мозгу возникло вот это вот какое-то совершенно идиотское хобби. Но, слушайте, для общества не опасен, но смешной. Мне кажется, что можно еще раз даже посмотреть. Как вы знаете, на прошлой неделе нашу страну посетил известный американский кинорежиссер Квентин Тарантино, с которым я встретился, чтобы подписать для вас вот этот журнал, позже я разыграю его. Мы, значит, с Квентином поговорили, вот кусочек нашей непродолжительной беседы, честно я вам скажу, это происходило вообще, я легче интервью брал у Медведева или у Лаврова, значит, все это было просто в 5 минут, значит, представители Тарантино здесь сидели, значит, контролировали каждый вопрос. В соседней комнате, этого в РИЦ-отеле происходило, в соседней комнате была смонтирована аппаратная и, значит, продюсеры и менеджеры Тарантино отсматривали видео, потому что мы писали все это на видео, отсматривали, чтобы там ничего лишнего не было. Я, честно говоря, степенью организации был поражен, тем не менее, вот интервью состоялось, мы с ним поговорили, интервью можно на YouTube-канале Esquire посмотреть. Но самое примечательное, что, значит, естественно, все, что прилетает, приземляется и приплывает в Святую Русь, известная, оно немедленно становится мемом, и эта участь не миновала Квентина Тарантино, значит, он немедленно вот с этим своим взглядом на шапку Мономаха и со своими, значит, взглядами по странам стал мемом. То есть, вот он выходит из магазина Дикси, вот еще какой-то мем, вот еще какой-то мем, но самой потрясающей новостью стал новость из Сыктывкара, значит, оп, не из Сыктывкара. Одной из самых смешных новостей стал новость из Челябы, значит, там обладатель трехкомнатной хрущевки Александр Кайнов решил, значит, эту хрущевку свою слить, она у него не продавалась, он в каждую комнату впиздячил на фотошопе, значит, товарища Тарантино, который ходит по гостиной, ходит, значит, в ванной, ходит в туалете, смотрит на стены, ужасается вот этому хрущевскому быту, и, естественно, квартиру немедленно в комментах нарекли омерзительной трешкой. Квартира до сих пор не продана, но новость устала. В сегодняшнем видео также хочется передать привет сотрудникам Росгвардии и сотрудникам полиции, которые занимались избиением несчастной девицы, которую зовут Дарья Сосновская. У нее сотрясение мозга. Значит, вы знаете, что в субботу был согласованный митинг, и после митинга отдельные сотрудники, значит, Росгвардии, сотрудники полиции, я не знаю, кто конкретно занимался задержаниями, исполняли вот такие вот сюжеты. Вы просто избыточно применили силу. Две недели назад широко распространялось видео со старшим офицером, который показывал на своих, значит, сотрудников брони и говорил, что... И вот потом вот такие ребята, как они, поехали в Чечню воевать. А вы, свободно мыслищие, сидели на диване и потеряли свое. Вот такие молодые ребята защищали нашу страну в Чечне в 90-е, пока вы сидели с жопами на диванах. Это видео тоже можно найти, посмотреть. И он совершенно прав, действительно, много ОМОНовцев погибло в Чечне во время, значит, спецоперации антитеррористической в 90-х. Вот вы конкретно, два человека, которые избивали эту девицу, вы позорите всех. Из-за вас всех будут считать упырями. И когда вы говорите, что мы на защите народа, каждый теперь будет говорить, ну, конечно, вы на защите народа, вот несчастную эту избили. То есть вы реально спускаете в унитаз действия ребят, которые ежедневно защищают нас от террористов, от бандитов, от убийц. Вы просто избиваете беззащитных тех, кто вам не может оказать никакого сопротивления. И это просто стыдно и позорно. Еще об избыточном применении силы. Значит, вот на этом видео отец Фоти крестил младенца, младенец сопротивлялся. Отец Фоти практически чуть ребенка не утопил. И, значит, у ребенка какие-то ссадьбы. Слава богу, малыш выжил. А отец Фоти на видео, которое я взял у Мэша, говорит, что он, значит... Я выполнил свой пастерский долг до конца. Сделал все то, что должен был сделать. Исполнял свой, значит, церковный долг. Ну, фиг его знает. Вот если бы моего ребенка вот так поп саданул в купель на крещение, я не знаю. Ну, я бы, конечно, не стал применять ему избыточную силу, как полицейский из моего предыдущего сюжета. Но, честно говоря, я бы мускал какие-то неласковые слова. Например, такие, как Александр Невзоров. Давайте посмотрим этот сюжет. Что происходит на видео? Некто Васине Чапуренко берет орущего ребенка и на глазах мамы топит его в железной лоханке. У Васи странные наклонности. Тут для Васи примерно три статьи Уголовного кодекса по совокупности лет, наверное, на пять. Но Вася берет красивый эффектный псевдоним Игумен Фотий, наряжается в маскарадный костюм древнего еврея и получает не пять лет строгого режима, а около пяти тысяч рублей за каждую такую процедуру. От гатчинского скандала все офигели, жалеют младенца и его маму. И никто не замечает, что примерно то же самое попы уже десять лет делают с самой Россией. Они безнаказанно топят ее в мраковесии, невежестве, в средневековой дикости, зарабатывая на этом бешеные деньги. На смену производителей гандонов, которые называются Визит, у меня пришли новые любимцы. Это компания Победа и ее шикарная анальная, не побоюсь этого слова, анальчиковая, то есть, извините, акция, которую они устроили на прошлой неделе. Вот, посмотрите, девушка с милым лицом, задумчивая, интересуется, будет ли у нее анальчик, то есть, поедет ли она в анальчик. Посмотрите, какая шикарная картинка, просто потрясающе. Обожаю компанию Победа, просто вам приз моих зрительских симпатий выходит на эту неделю. Главное событие недели состоит в том, что я съездил на фестиваль Flow, который происходит в городе Хельсинки. Я там был уже шестой или седьмой раз, короче говоря, очень много раз я там был. И там в этот раз выступал вокально-инструментальный ансамбль The Cure. Просто потрясающий концерт был, на котором я, безусловно, нажрался. И меня подловили подонки с телеканала MTV. Значит, они ко мне подошли, выдали себя за MTV в Финляндию. И начали спрашивать у меня, какая мне музыка нравится, какая мне русская музыка нравится, какие мне русские книги нравятся. Ну, а человек же бухой, что с него взять, кроме анализов, вообще ничего с него нельзя взять. И я сказал, что там вот, ну там, Достоевский мне, Бунин нравится. А им мне говорят, а мы типа, все, по-английски разговор происходит. А мне только один вот нравится, одна книга я русскую знаю, Духлис. Я говорю, да я ее автор, вот тщеславие, да, хуяк сразу. Это же я, 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 я ее написал. Да что, правда? В общем, вот так они развели. Это оказалось MTV России. Я потом сделал вот такой потрясающий стендап. Вы можете его видеть. Если честно, я правда люблю канал MTV. Я правда впервые держал микрофон с хлопушкой MTV в руке и испытывал от этого счастья. Поэтому, ребят, клево вы меня развели. Мне это очень понравилось. Спасибо вам большое человеческое MTV Forever. Ну, вкусно, если бы нет. Я блокадность. Вот такая видеоцитата дна сегодня. Я реально очень хорошо отношусь к Ольге Бузовой. И, Оль, я тебе несколько раз писал слова поддержки, когда все эти клюшки на тебя, значит, обрушились и издевались по поводу твоего конфликта, когда ты хотел там к он дизайнеру вещи вернуть. Но сейчас, мать, ты просто ебанулась, мне кажется. В принципе, ну, что может быть смешнее шуток над благадниками? Шутки над бухенвальскими крепышами, да? Значит, когда ты, например, в том же купальнике, если ты выйдешь зимой в Куршевелле, ты можешь про замороженного фашистами генерала Карбышева пошутить. Значит, если, например, ты отсидишь ногу, ты можешь пошутить про безногого летчика Мересева. Вообще, шутки-то, вот, они на выбор, все как одна политкорректные и охуительные. Особенно, когда у тебя многомиллионная аудитория, перед которой ты, в общем, по идее, должна нести какую-то ответственность. Но ты считаешь, что шутки про блокадников, выложенные в инстуху, это ок. Ну, не знаю, тебе видней. И вот наступил момент, ради которого вы смотрели на протяжении нескольких недель мой блог. Ну, блядь, на самом деле нет. Конечно, вы смотрели мой блог, потому что он крутой, очень веселый и охуительный. Но, тем не менее, я обещал вам разыграть журнал с автографом Квентина Тарантино. Вот он. За лучший коммент, восхваляющий нашу богоспасаемую научно-популярную передачу. Значит, есть два комментария, которые вышли в финал, и мы в редакции здесь голосовали за них. Значит, первый комментарий от юзера, которого зовут Урлес, звучит следующим образом. Минаев настолько пиздат, что у меня даже песок из почек вышел посмотреть на него. По вам прекрасный комментарий. И второй комментарий. Араукария Соул. Как я узнал о Минаеве? Моя мамка принесла мне ноут с его видосом и сказала, что это мой будущий батя. По-моему, два комментария совершенно блестящих. Но, по мнению редакции, победил комментарий. Победил комментарий. Та-да-дан. Про песок из почек, который вышел посмотреть на Минаева. Чувак, напиши, пожалуйста, в личку мне куда-то, или напиши сюда, в комментарии на YouTube. И я тебе вот этот вот потрясающий журнал подарю. А за второе место я тоже подарю журнал, но со своим автографом. Если он, конечно, вам еще нужен. Но у меня, в принципе, есть приз моих зрительских симпатий. Сейчас я его найду. Это совершенно потрясающий комментарий. Отражающий довольно точно суть происходящего. Пишет человек, которого зовут Норпа Рил. Да кому нахуй нужен твой автограф Тарантино? Твой сраный эсквайр? И твое мнение, которое вообще никого не ебет? Я подписался на твой YouTube канал, но без удовольствия. Чувак, мое сердце, твое сердце. Значит, теперь про серьезные вещи давайте с вами поговорим. Значит, обычно от 4, даже от 6 до 8 тысяч за выпуск подписываются на мой канал. В прошлый раз подписался почти что-то 2 тысячи. Ни я, ни целый штат аналитиков нихуя не может понять, что происходит. Поэтому я еще раз говорю, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, который будет звенеть каждый раз, когда я буду выходить в эфир. Расскажите друзьям, 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 друзей. Вы уже все рассказали. У вас есть, наверное, какие-то дальние родственники. Может быть, вы состоите в клубе анонимных алкоголиков, вы там можете рассказать про мой блог. Расскажите на работе, кто еще не видел, потому что наверняка ваши сослуживцы с удовольствием поржут. И вообще, слушайте, ну, кстати говоря, вот, присылайте, пожалуйста, какие-то офисные истории хорошие. Вот мне про Сбербанк прислали с территории смыслов. Пиздатый же видеоклип получился. Вы тоже что-нибудь присылайте. Я это буду с удовольствием ставить в эфир, какие-нибудь веселые фрагменты. Но самое главное, подписывайтесь на канал, потому что это мед для моего тщеславия. И вообще, услада для моих глаз. И просто всяческая пастила.